Приветствую вас, дамы и господа, на нашем канале Вова Болг, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. Ну что ж, дорогие друзья, паника и истерия на мировых фондовых рынках у нас сейчас исчезает. Исчезает она, конечно же, благодаря многим факторам, но это совершенно не означает того, что на рынке перестают падать. Нет, это означает, что ушла паника и истерия. Рынки приходят в свое нормальное состояние. Временно мы сейчас можем с вами увидеть хорошие отскоки. Мы с вами это видели вчера на американском фондовом рынке, как широкий индекс S&P 500 отскочил аж на 5%. Это небывалый отскок, но это исторический отскок, скажем так. Но мы на прошлой неделе с вами, правда, видели и историческое падение. Такого падения мы тоже в неделю, так широкий индекс S&P 500 тоже не падал. Поэтому Соединенные Штаты решили бить исторические рекорды, так называемые. Конечно же, вслед за американским фондовым рынком мы тоже пытаемся отскочить. Конечно же, мы более скромненько отскакиваем. Если американцы вчера отскочили на 5%, мы сегодня по индексу Московской биржи отскакиваем на 2,5%. По индексу РТС пытаемся там около 4% отскочить. Это нас, конечно же, не может не радовать. Кстати, дорогие друзья, в комментариях напишите мне, знаете ли вы, чем отличается индекс Московской биржи от индекса РТС. Понимаете ли вы разницу в чем? Напишите в комментариях, если надо, расскажу. Сейчас, кстати, готовлю статью по просьбе многих моих подписчиков, в чем разница отчетов МСФО и РСБУ. Итак, дорогие друзья, вернемся все-таки к нашим рынкам. Буквально за несколько минут до начала съемок этого видео. Это событие поломало мне сегодня, конечно же, весь сценарий видео. Хотел о многом, о некоторых других вещах говорить, но все-таки об этом необходимо сказать. Буквально несколько минут назад Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки понизила ключевую ставку. Свою ключевую ставку на 0,5%, на 50 базисных пунктов Соединенные Штаты Америки понизили свою ключевую ставку. Это феноменальное событие. Это как раз-таки возвращает нас к вот этому вчерашнему рекордному отскоку, почему это все происходило. Вчера рынки уже заложили это как позитивное событие. И именно на этом событии, что сегодня собирались главы Министерства финансов и главы Центробанков Большой Семерки, после чего было сделано заявление, что сделают все возможное для ограничения ущерба коронавирусу, Соединенные Штаты Америки. След как раз-таки и понизили ключевую ставку. Мы это сразу же увидели с вами на долларовых котировках. Доллар резко сразу же потерял 1%. И это означает с вами, друзья, то, что мы сделали все как раз-таки верно, продавая вчера наши доллары. То есть доллары сейчас будут, конечно же, дешеветь. Такого снижения ключевой ставки Федрезерв не делал никогда. Да, теперь остается дело, конечно же, за малым, чтобы и остальные страны сделали какие-то движения в эту сторону. Я не знаю, какое решение будет принимать Евросоюз, потому что им понижать ключевую ставку уже просто-напросто некуда. Но они, наверное, воспользуются фиксальными стимуляциями. Наверное, там отмена черного нуля и так далее будет происходить. Посмотрим. Но у других стран есть куда понижать ключевые ставки. И думаю, они этим как раз-таки воспользуются. Конечно же, вслед за таким сильным понижением ключевых ставок по всему миру, конечно же, я думаю, понизят ключевую ставку и Российской Федерации. И благодаря этому они поддержат мировую экономику. Но надолго ли хватит вот этих сил, это, конечно же, большой вопрос. Долго ли это будет стимулировать мировую экономику и не придется ли еще понижать ключевые ставки. Соединенные Штаты пошли на такой более-менее решительный шаг. Здесь, конечно же, огромное спасибо, можно сказать, лучшему президенту Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, это Дональду Трампу. Он как-то это и сумел сделать. Он продавил Джерома Пауэлла, что тот согласился понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Конечно же, это очень сильно простимулирует сейчас американские фондовые рынки. Думаю, сейчас на полную будет запущен печатный станок в Америке. И это, конечно же, тоже придаст большой стимул мировой экономике. Но надолго ли этого хватит, большой вопрос. Единственный момент, не будет ли это таким моментом, что Соединенные Штаты понизят ключевую ставку, а остальные страны ограничатся просто словесными интервенциями. Вот если это произойдет, это будет уже попахивать керосином. Напомню вам такую ситуацию, которую мы с вами наблюдали в нефтяных котировках в феврале месяца. Что происходило в феврале? В феврале, после того, как выяснилось, что коронавирус начинает разгуливаться по миру, и что это эпидемия уже планетарного масштаба, мы увидели с вами резкое падение цен на нефть. Ну, потому что ограничение потребления нефтяных продуктов, конечно же, нефть пошла падать. Ну, тогда сразу же заговорили о том, что будет созвано экстренное заседание членов ОПЕК+, и что там будет большое сокращение добычи нефти, не переживайте, все будет хорошо. Но там вдруг откуда ни возьмись, Россия вставила всему мировому сообществу палки в колеса и заявила, что коронавирус не считает, что мы не считаем коронавирус такой уж сильной глобальной проблемой, и что понижать нефть в тех ситуациях мы не будем. Мы до сих пор не даем ответа, будем мы понижать добычу нефти или нет. Вот уже остается всего лишь два дня, но как такового решения мы с вами не видим. Россия ведет какую-то очень тонкую игру, и вот пока раскусить то, что мы задумали, никто не может. Наверное, эту игру знает только два человека. Это министр энергетики Новак и Владимир Путин. Думаю, больше никто не понимает, какую игру затеяла Российская Федерация. И если вот как раз таки, ну и что мы с вами наблюдали после как раз таки такого заявления, когда мы сказали, что мы не будем сокращать добычу нефти, мы с вами итог знаем. На прошлой неделе нефть пролили аж ниже 50 долларов за баррель. Сейчас нефть потихоньку отрастает. Но на чем она отрастает? Она отрастает как раз таки на предположениях, что 5-6 марта будет достигнут какой-то консенсус, и что Россия все-таки согласится на сокращение добычи нефти. Но нефть пока просто нарастет на слухах. И сейчас нефть более или менее устраивает. Цены на нефть более или менее устраивают Россию. Пойдет ли она... Вот на прошлой неделе мы слышали, что да, вроде бы надо бы сокращать, но сейчас нефть отскочила за 53 долларов. Вот так вот рядышком в этом горизонте ходит. Будет ли она сокращать сейчас? Большой вопрос. И если будет опять разочарованным, нефть можем увидеть вновь ниже 50 долларов за баррель. То же самое может быть и произойти с другими странами большой семерки. Они ограничатся только словесными интервенциями. Да и только. Ну дай бог, чтобы я оказался неправ. Но одновременно с этим, дорогие друзья, мы не забываем про то, что мы с вами обсуждали в пятницу. Там был большой длинный ролик про то, как Рэй Далио поставил миллиард долларов на то, что рынки рухнут до конца февраля. Ну и что мы с вами видели? Ровно в последний день февраля мы увидели рекордное, самое рекордное падение рынков. И со вчерашнего дня, с первого торгового дня марта, рынки потихоньку стали отскакивать вверх. Но здесь волей-неволей, ну все-таки поверишь в такую теорию заговора. И кстати говоря, дорогие друзья, я сегодня вот листая рынок, ленты информагентств, уже кстати чуть-чуть, но поменьше стал стал сталкиваться с темой коронавируса. Чуть-чуть меньше, да, там не так, они все равно заполняют основные места на экране, это коронавирус, но их уже чуть-чуть меньше, там уже появляются другие новости. Если брать прошлую неделю, коронавирус заполнял все, чтобы найти какую-то другую новость, мне приходилось пролистывать несколько раз ленту, чтобы увидеть, найти ту новость, которая более или менее интересует меня, если не брать тему коронавируса. И здесь волей-неволей задумаешься о том, что все-таки теория заговора в каком-то плане она была, и та теория все-таки имеет свое право на жизнь. Если она имеет свое право на жизнь, то сейчас мы очень быстренько очухаемся от паники, и на отскок, отскок может превратиться в очень хороший рост. Для России, конечно бы, идеально побыть бы еще недели, две, три на этих уровнях, и потом потихонечку войти в весну, в дивидендное ралли. Ну, мы с вами видели, как в прошлом году тоже где-то с середины марта, даже ближе к 20-х чисел марта, потихоньку рынок начал расти и рос он до середины июля месяца. Я думаю, что примерно такую же картину мы будем с вами наблюдать и в этом году. Но сейчас рынок будет находиться где-то вот в этом диапазоне. 2650-3000, я думаю, пока вот он будет ходить здесь. И это как раз-таки тот удобный шанс закупиться нашими акциями. Я со многими уже говорил, что я не сторонник в этом году скупать американские акции, не сторонник, потому что американский рынок очень в этом году будет нестабилен в связи с выборами, а российский рынок как раз-таки он именно сейчас самый перспективный. Я вот сегодня с двумя подписчиками общался и этот момент объяснял. Дорогие друзья, смотрите, какая ситуация сейчас на рынке у нас происходит. Будут понижаться еще больше ключевые ставки. Я думаю, Российская Федерация тоже очень существенно понизит ключевую ставку, дабы поддержать свою экономику в том числе. Следовательно, депозиты уже по всему миру, они минимальны. Представьте, если в Америке уже по 1,25 ключевая ставка, то без депозит в банке еще меньше. Ну, в Америке там в основном все занимаются инвестированием, в том же самой Европе в том числе. В России же ключевая ставка идет почти под 4% годовых. Ну, это очень и очень невыгодно. Мы возьмем сейчас любую с вами акцию голубой фишки, любую акцию, там, Лукоил, Норильский Никель, Газпром, Сбербанк, там процентная ставка только по дивидендам больше 8%. 7-8% это идеальный на самом деле вариант переноса денег. И мы с вами можем увидеть такой момент, что люди сейчас понесут деньги на наши акции. Почему я и склоняюсь всех, что вкладывать именно в наши акции. У наших акций самая большая доходность. Ведь обратите внимание, я об этом не говорил, все присматривался. Вчера просто этот момент проверял. В пятницу объем торгов на московской бирже, только за одну пятницу объем торгов составил 200 миллиардов. 200 миллиардов, если в обычный день 35-40 миллиардов. В пятницу 200 миллиардов. Вчера 115 миллиардов объемы торгов проходили. То есть кто-то очень сильно скупает наши акции себе. Кто-то очень и очень сильно. То есть кто-то очень умный. Польза воспользовался тоже такой паник. И на таких дешевых ценах скупает себе акции. Акции очень быстро восстановятся к своим значениям. Они вернутся, думаю, уже к апрелю месяцу. Мы увидим спокойно те позиции, с которой были еще неделю назад. И в течение месяца акции спокойно восстановятся. Именно поэтому я, дорогие друзья, призываю вас всех именно вкладываться в российские акции. Конечно же, вам решать самим. Но я в этом году, по крайней мере, на первую половину года, я делаю ставку именно на российские акции. И большей частью, конечно же, на голубые фишки. Я уже эти акции много раз называл. В обзоре недели еще раз их повторю. Но точно так же подписывайтесь на телеграм-канал. Я там скидываю почти все свои сделки. Мы с вами будем там наблюдать. Ну и ближе к концу видео, конечно же, надо сказать про нашу якорь, который висит у нас в портфеле и особо нам не дает развернуться. Ну, по крайней мере, мне. У меня одна пятая всех моих денег, всех денег, вложена в эту акцию. Объем акции это очень и очень большой. Это ТГК-14. Второй день, конечно же, эта акция нас продолжает радовать. Мы видим, через нее тоже проходят очень большие объемы. Акция потихоньку подрастает. Она уже подросла к тем моментам, которые мы видели ближе к началу прошлой недели. Это дает нам надежду на то, что акция свою идею сумеет отыграть. Многие спрашивают, стоит ли выходить или не стоит. Но я думаю, мы пересидели самые тяжелые времена в этой акции. И выходить уже, когда до цели остался, ну, чуть-чуть рукой мы, когда выходим на финишную прямую. Но здесь пока что я не вижу никакого смысла резать такого лося. Сейчас стоит просто чуть-чуть-чуть подождать. Ну и последний вопрос, который все мои подписчики мне задают. У меня очень много подписчиков тех, кто пользуется брокером Тинькофф, Тинькофф Инвестиции. И, конечно же, этих подписчиков очень сильно взволновала вчера ситуация по поводу выданного ордера на арест Олега Тинькова. Он находится в Лондоне сейчас под домашним так называемым арестом. Он вышел под залог, у него отняли паспорта, он не имеет права выезжать из Англии, должен три раза в неделю отмечаться. И, конечно же, всех владельцев карт, счетов Тинькоффа, карт Тинькоффа, кто инвестирует деньги на фондовый рынок через брокер Тинькофф Инвестиции, конечно же, волнует очень сильно один вопрос. Что же делать, не пора ли нам отсюда убегать к другому брокеру? Ну, здесь дело, конечно, лично каждого, но у меня вот три брокерских счета открыты, как раз-таки это, как говорится, подстраховка на тот случай, не дай бог, если что случится. Это раз. Во-вторых, дорогие друзья, напоминаю вам, что ситуация такого плана, если вы храните деньги в акциях, облигациях, ну, в каких-то активах, кроме как рублей, доллары, ну, кроме как кэша, то даже при банкротстве брокера это все находится в депозитарии, вы спокойно подаете заявку, вы идете открывать счет к другому брокеру, и через депозитарии это все спокойно переносится на ваш новый счет. Да, там стоит какую-то денежку заплатить, там, ну, небольшая, там, какой-то копейки какие-то, но это самые пессимистичные прогнозы я вам описал. Если, кстати, дорогие друзья, хотите, чтобы я снял видео про то, как вот эти все ситуации происходят, мне несколько раз приходилось от одного брокера перекидывать к другому брокеру, хотя банкротства никакого не было, у меня просто в одном брокере лежали бумаги, мне нужно было перебросить бумаги в другой брокер. Мне приходилось тогда платить, но это было давно, 2017 год. Если хотите, я сниму видео при ситуации, если брокер банкротится, тоже напишите мне это в комментариях. Но это самый пессимистичный прогноз я вам описал. На самом деле ситуация более оптимистична, я лично пока и вижу. Вот суд будет в апреле месяце, но там ситуация какого плана? Олег Тиньков просто, я так понял, что специально или не специально, но нарушил налоговую, нарушил заполнение налоговой декларации и заплатил на энную сумму меньше. Специально или нет, ну, я лично сомневаюсь, что не специально. Я думаю, ну, все мы русские люди, все мы любим халяву, у нас менталитет, к сожалению, такой. Думаю, что, конечно же, приложил он к этому руку, скажем так, более демократично, но это не повлияет на него так таковой сильный какой-то арест. Поэтому, я думаю, отделается хорошим крупным штрафом и на этом они разойдутся. Но одновременно с этим хочу вам, друзья, напомнить о том, что он там выступает как частное лицо. Он не выступает там как представитель группы Тиньков, нет, ни в коем случае. Он как частное лицо, как одно лицо. То есть он не на компанию накладывает арест, а лично на Олега Тинькова. Поэтому здесь я каких-то страхов для счетов Тинькова и Тиньков инвестиций никаких не вижу. Дорогие друзья, также напоминаю вам, что в воскресенье у нас стартовал розыгрыш по курсу доллара. Вот в связи с такой экстренной ситуацией, кто-то может, наверное, поспешил писать, там были цифры 70-72 доллара за 31 марта. Кто не участвовал в конкурсе, вот ссылка в описании, либо в закрепленном комментарии будет на курс доллара. Напоминаю вам, дорогие друзья, что призовой фонд создаете лично вы сами. Сколько вы надонатите, вот ссылка тоже есть в описании. Такой и будет призовой фонд. Отдельное спасибо двум Максимам, один просто Максим и один Максим на Б фамилии, к сожалению, забыл уже. Огромное вам спасибо, призовой фонд все увеличивается. Я раз в неделю по воскресеньям буду озвучивать кубушку этого призового фонда. На данный момент там уже более 3000 рублей находится. Ваша поддержка с помощью донатов будет увеличивать этот куш еще больше и больше, дорогие друзья. Итак, видео мы с вами заканчиваем. Поставьте обязательно лайк, подписывайтесь на наш канал в ютюбе, подписывайтесь на нас обязательно в телеграме. Там все свежие новости моментально выходят. Ну и также не забываем еще раз донатить. С вами же мы увидимся завтра. Пока-пока, друзья.